Буквально несколько минут назад крупный телеграм-канал сообщил печальные новости о семье Юрия Шатунова. Сегодня в Мюнхене было совершено нападение на вдову Шатунова Светлану. Полиция плотно рассматривает версию, что нападение связано с творческим наследием Юрия Шатунова, а конкретно правами на легендарные песни. Нападение произошло рано утром около особняка Юрия Шатунова, когда Светлана выходила из дома и садилась в автомобиль. Как сообщает телеграм-канал, права на исполнение песен Юрия Шатунова теперь принадлежат его сыну Деннису. Молодому человеку помогли забрать права на песни Олег Газманов и Сергей Глушко. Под тяжестью необратимых последствий, которые могли привести к частичной потере здоровья, Разин согласился передать права на песни безвозмездно. Но по всей видимости, такое положение дел не всех устроило. Светлана выходила из дома, и к ней сзади подбежали неизвестные и приложили платок с каким-то веществом. Светлана потеряла сознание. В этот момент подъехала вторая машина, из которой вышли двое и пытались затащить Светлану в свой автомобиль. К счастью, дежуривший сторож увидел происходящее благодаря видеонаблюдению, установленному на парковке. Он выбежал и начал кричать. Испугавшись, преступники бросили жену Шатунова и скрылись. Охранник оказал первую помощь. Светлана, придя в сознание, не понимала, что произошло. Прибывшая на место полиция начала расследование. Лица преступников неразличимы из-за масок, а номера, предположительно, были установлены с другого автомобиля. Следствие продолжается. Никита Михалков предложил жене Шатунова перебраться в Россию, где она, по его словам, будет под полной защитой. Слову, Михалков сейчас активно продвигает свое предложение о присвоении Юрию Шатунову звания народного артиста посмертно.